Приветствую вас, и я думаю, что девочка, раз такого раннего возраста живет с мамой, то и воспринимает вас в качестве своей единственной мамы, своего родителя. А вот свою другую маму, свою биологическую, она таковой не воспринимает. И в силу того, что ребенок уже достаточно развит интеллектуально, она знает, что вот есть такой человек, который вроде как имеет с ней какое-то отношение, но это отношение, оно весьма неясное для ребенка. То есть ей говорят, допустим, это их мама. Она думает, ну, какая мама, если у нее есть вы? И говорят, ну, это твоя родная мама. Ребенок думает, ну, хорошо, это моя родная мама, и что? Ну, пусть она остается ей, и какая мне разница, если она моя родная мама, но она где-то там, а моя настоящая мама, которая, может быть, и не родная, она вот здесь, и она для меня все. Ну, соответственно, для ребенка здесь все очевидно. В действительности психолог, с которым вы советовали, высказал правильное опасение, но только немножечко не в той стороне. В действительности, если бы ребенок хотел увидеть свою маму, он это бы сделал. Он сказал бы об этом вам, он изъявил бы свое желание, как-то еще бы вам дал понять, что хочет. Но, судя по тому, что у вас с ней проблем нет, вы, судя по письму, хорошо с Неландицы, у вас хорошие доверительные отношения, по крайней мере, обратного я не увидел в письме. Это говорит о том, что ребенок полностью идентифицирует вас со своей мамой. На эмоциональном, на психологическом и на подсознательном уровне. Вы для нее мама. То, что есть еще другой человек, она понимает, она знает, но ей все равно. И эта встреча, которая может произойти, она, по сути, ничего ребенку не даст. Что было до, то останется и после. Почему так? Потому что все этапы развития ребенка, вы были вместе с ним. Вы были на первой стадии, когда ребенок только учится воспринимать окружающих людей. И первым человеком были вы. Именно вы ассоциируетесь у него с родителем. И другой человек, которого девочка никогда не видела, не знал, не чувствовала, никак на нее не повлияет. Поэтому возникает вопрос в следующий. Вот вы пишите здесь. Ваше ли это любопытство? Стоит ли? Не внесете ли вы смуту в душу ребенка? Отвечая здесь на ваш вопрос, на эти три вопроса, нужно сказать так. Да, это ваше любопытство. Почему? Потому что сейчас все хорошо, отношения с ребенком у вас идеальные, но вы все равно хотите, значит, познакомить ее со своей биологической мамой. Это ваше любопытство. Стоит ли? Как я уже сказал, разницы особой не будет. То есть, если вы ждете того, что девочка вот кинется в объятья своей мамы, то вы, своей биологической мамой, то вы будете разочарованы, потому что ничего такого не произойдет. А ребенок у себя подросток, то есть, основной этап формирования личности, основной этап развития у ребенка закончился. Это вот момент, когда родитель мог стать кем-то, кем-то очень серьезным для своего ребенка. С 11 лет ребенок все-таки привязан к тем, кто его воспитывал, то есть, к вам. Соответственно, стоит ли? Можно говорить о том, чего вы ожидаете. Если вы ожидаете чего-то необычного, чего-то яркого, чего-то выраженного, то нет, не стоит, потому что ничего не будет. Ну, ребенок посидит, может быть, вежливость кто-то скажет. Этому человеку, который вроде как тоже мама, но при этом он не будет чувствовать ни доверия к нему, ни единения, ничего вообще. Далее. Не внести ли вы смуту в душу ребенка? Видите ли, этот вопрос, который вы задаете насчет смуты, достаточно тонкий, достаточно сложный, чтобы вот так сходу на него отвечать. Если ребенок внушаемый, тревожный, драдает с перепадами настроения, может быть, плачет, истерит, то тогда, конечно же, внесет. Просто потому, что для ребенка поездка куда-то к другому человеку, для него чужому, по какой-то причине, ну, не совсем чужому, может стать стрессом. И этот стресс негативный послужим для вашей девочки. Он может причинить дискомфорт. Но если человек спокойный, если ребенок достаточно стабильный, то, опять-таки, никакой реакции у него это не вызовет, кроме, наверное, духа приключений. То есть, вот, съездить куда-то, да, в деревню, куда-то еще, в новое место, это вот, да, это дух приключений. Но именно в контексте мамы ничего ребенку это не даст. И, соответственно, никакой смуты вы внести не сможете. То есть, с вашей точки зрения, с точки зрения того, чего вы ожидаете, и чего вы хотите, я надеюсь, объяснил. Понятно. С точки зрения ребенка, тут уже вопрос скорее к вам. То есть, вы ее лучше знаете, вы лучше имеете представление о том, какой она человек, какая у него психика, и можно ли подвергать ее таким вот переживаниям. потому, что вы написали, что она больна. Ну, а здесь, может быть, имеются какие-то противопоказания, и так далее. То есть, этот момент нужно прояснять более четко. Пока. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...